Сергей Коллегов, председатель молодежного парламента Удмуртии, директор небольшого производственного предприятия, дважды женат на одной девушке. Активный пользователь соцсетей утверждает, что все посты в его ленте отвечают его собственному мировоззрению. Почему ты кофе не пьешь? Ну, просто не люблю. Я больше чай, либо... Или водку? Нет. А ты употребляешь алкоголь? Очень редко. Почему? Ну, не знаю, как-то мне кажется, на здоровье рассказывается сильно. В последнее время, по-моему, прочитал на вашей странице про о пользе воды, что там предлагалось 30 дней пить воду, только воду, и что качественно улучшится от здоровья. Я теперь против всяческих диет. Да? Ну, вот я решил попробовать и временами заменяю чай. Не всегда временами только. Удивительно, но я про тебя ничего не знаю. Сколько тебе лет? 29. 29? Через два месяца 30. 30? И не странно, вот ты человек взрослый и в молодежном парламенте, ты мог бы стать депутатом государственного совета. Почему ты не стал? Ну, наверное, недостаточно еще прошел какой-то путь определенный, которому предшествует статус депутата. Ты едешь по дороге из Ижевска в Воткинск или из Воткинска в Ижевск. Сумерки, вечер и бабах на планетный корабль. Они говорят, как тебя зовут? Что ты им расскажешь про себя? Ну, я расскажу правду, какой я ездил. Ну, какой ты? Ну, какой ты? Я землянин простой, русский. Вот. Живу в самой большой стране. Живу в родниковом крае. Живу в городе, который подарил миру великого композитора и который делает оборонный щит в нашей стране. Я все стараюсь делать правильно, стараюсь следить за собой, стараюсь максимально быть полезным обществу и своей семье. Почему ты пошел в политику? Ты же сейчас юный политик. Вот многие так говорят, что политик. Я... То есть, Молодежный парламент это ведь общественная организация. Это общественно-консультативный, это не политический орган. Мы занимаемся общественными делами. Ну, ты в партии никакой не состоишь. В партии состою, да. Мы приближены, как бы, к каким-то, может быть, околополитическим делам. То есть, мы предлагаем законы, но то, что мы предлагаем, это не обязательно принято и не обязательно будет подписано. Мы как в Государственный совет, когда мы вносим предложение, мы как на уровне консультации, рекомендации даем. И Государственный совет уже решает. Поэтому мы такие околополитические, наверное. Я очень скептически отношусь к Молодежному парламенту. Правда, сейчас скепсис у меня чуть поуменьшился, потому что я вижу, что у вас есть какие-то и здравые инициативы. Но Первый парламент просто даже голосовал против него. Почему? Ну, потому что, мне кажется, что тебе 29 лет... Это поздно, я согласен. Тебе 29 лет, ты мог бы уже стать депутатом. По опыту, ты, вон, каждый год женишься, у тебя опыт есть. Поэтому, мне кажется, что ты... Тебе не нужен Молодежный парламент. Для чего он тебе нужен? Может быть, проверить себя, может быть, заявить о себе, о том, что я могу сделать для людей, для окружающих, для общества. У вас в Молодежном парламенте есть Шиляев? Евгений Викторович. Евгений Викторович, вы друг другу поучите? Нет, 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 просто я так... А ты стихи какие-то сам писал? Нет, я от этого очень далек. На самом деле, я и по складу ума, наверное, и по мысли по какой-то, я инженер. Инженер? Да, и вот все гуманитарные вот эти... А родители у тебя тоже инженеры? Мама врач, папа инженер тоже. И работает на самом секретном заводе в Удмуртской республике? Нет, он работал там до перестройки, вот, метрологом, папа. Вот, затем ушел, начал заниматься бизнесом, у него были свои дела. Ну, как и все 90-е годы, начинал с перепродаж каких-то вещей, не знаю, чем-то, вот. И сейчас у него небольшой бизнес, они в аренду помещения сделают. Но раньше инженеры были очень, ну, такие, поэтически настроены, любили там песни и так далее. Я нет, я, знаете, я даже, я как бы к такому творчеству, наверное, очень холоден. Вот, я даже, ну, как-то, я люблю читать стихи. У меня вот недавно книжка пришла, заказывал, стихи Эльдара Рязанова и поэзия. Вот, временами как бы бывает так, что просыпается, хочется почитать. Вот, ну, это редко очень. Я там не люблю, допустим, там, ну, холодно отношусь там к песням у костра, что-то вот такое вот, да. То есть я не творческий человек, я никогда не играл в театре, не выступал на сцене, то есть... Тебе нужно обязательно, чтобы было тепло, уютно, теплые тапочки. Ну, да. Какие-нибудь стихи Эльдара Рязанова запомнил? Нет, еще не читал. Не читал? Я сейчас читаю мемуары Примакова, Евгения. Да, это легендарный человек. Да, и вот еще до него не дошел, еще куча книг, которых нужно прочитать. Я просто вижу где-то или заказываю, или еще как-то покупаю, вот складываю, складываю, складываю. Ты все равно должен прочесть какой-нибудь стих. Сто процентов так. Читай. Спасибо. Буду для... Ну, сейчас прочти какой-нибудь стих. Ты помнишь стих? А, нет, нет. Вообще не помнишь? Даже из школьной программы. Вообще в школе учился плохо очень. К своему стыду я могу сказать, что в школе я по литературе не читал вообще ничего. Я был троечником, но вот в институт как-то переломил, наверное, все это, и я выровнялся. А музыка? Ты же должен Чайковского любить. Да, люблю Чайковского, но вот с музыкой тоже начинал заниматься на гитаре, но, наверное, в то время, в детстве, это было, как бы родители пытались привить эту любовь. Вот. Победил футбол. Вот. Я перестал ходить на музыку, начал ходить на футбол. Воткинск – очень интересный город. К тебе приехал какой-нибудь друг заграничный из какой-нибудь африканской страны. Что ты ему покажешь? Конечно, в первую очередь, если он никогда не был в Воткинске, я покажу ему музей города Воткинска. В последнее время, знаете, вот каждый Воткинск несколько раз, наверное, был в музее. Вот. Но то, что там произошло после реставрации, даже для меня, как для коренного Воткинса, это просто, не знаю, перевернулись, наверное, все стереотипы о музеях. Я никогда не был в музеях такого уровня. Вот. То есть там есть уже, есть везде интерактивы, какие-то небольшие сценки показывают. Там Wi-Fi, можно подключить аудиогида. Ну вот. Я водил ребят с молодежного парламента, они тоже приезжали зимой в Воткинск на форум молодежный и водил их в музей. И вот я тогда после реставрации сам первый раз был, мне было чуть ли не интереснее всех, наверное. Вот я бы показал музей, показал бы нашу набережную. Вот. Мы бы посидели в каком-нибудь уютном месте. Какое уютное место? Ну, у нас всеми известно, есть кафе на берегу, Айленд называется. Размен. Очень вам рекомендую. Когда будет время, приезжайте, и сходим вместе. Показал бы ракету? Ну, мы бы мимо все равно не проехали. Каждый житель, каждый вернее, кто приезжает в Воткинск, он проезжает по центру города, вот, и у завода управления стоит. Якорь. Ну, это не настолько легендарное место, но есть. Почему? Для того, чтобы в следующий раз не разводиться, знай, есть обычаи у Воткинцев. Прийти к якорю, там, девушка за один конец якоря, юноша за другой, проходит такое электричество, между ними, и... Я обычно не слышал, но мы обязательно попробуем. Да, да, да. Не помешает лишний раз. Чем вы со своей женой занимаетесь в Воткинске? Куда ходите? Ну, если касаться каких-то заведений, там, после работы, которые, да, то мы чаще в Вижесск приезжаем, конечно, куда-то. Ну, ты же постоянно с девушками сейчас. На всех фотографиях, на всех селфи ты постоянно с девушками. Ну, это коллеги. Коллеги? Да. Мне казалось, что это девушки. Нет. У меня одна, просто да. Она не ревнует? Нет, у нас с пониманием относятся. Она разделяет твои политические взгляды? Раньше не разделяла, сейчас разделяет. Почему? Наверное, я ее убедил. Ты ее убедил? Да. А ты работаешь где? Где зарплату получаешь? У меня свое предприятие. Мы занимаемся металлообработкой, мехобработкой, изделий, делом запчасти для машиностроения, для нефтепромысловой отрасли. Вот у нас есть свои станки, токарные, фрезерные, сверлильные, ленточнопильные. Ты богатый человек? Нет. Ты богатый человек. Ты почти олигарх. Вот сейчас вот станешь депутатом, точно будешь олигархом? Да нет, почему? Я такой же, как все. Такой же, как все? Ну, у меня нет станков. Ну, вам, наверное, не хотелось этого. Я к этому шел вот с 2009 года, 7 лет уже. 7 лет? Иду тихонечко, тихонечко. Сразу после института? Да. Я когда закончил институт, поступил в аспирантуру, вот, с деньгами стало очень тяжело. Вот, потому что на то время я получал стипендию в аспирантуре, полторы тысячи рублей. Вот, еще тогда читал лекции в университете. Там тоже было очень мало по деньгам. И понял, что, как бы, ну, тяжело прожить. И вот начал искать какие-то дополнительные средства заработка. Начинал с перепродажи просто этих изделий. Вот, в итоге. Купил станки и сам застанкнул. Ну, пришел к этому один, второй, третий. Умеешь штокарить? Я стоял за станком, да, за станком с ЧПУ. Там, видите, ума-то много не надо. Мы когда-то только купили, еще не могли найти рабочих. Мы, как бы, решили так, что у нас, ну, вначале офис появился. И вот офисные сотрудники, мы в офисе стояли. Там нужно просто зажать деталь, нажать на кнопку «Пуск». Прошло программу, следить. Нет, ну, самостоятельно нужно установить. Ну, да. Ну, там ничего сложного. Ты постоянно в соцсетях. Что для тебя Facebook, например? Как ты к нему относишься? Ну, к Facebook я там зарегистрировался относительно недавно. У тебя сразу, наверное, 5000 друзей? Нет, там тысяча, по-моему, с чем-то. Вот. Ну, мне интереснее, например, читать Facebook. Ленту ВКонтакте я уже совсем не смотрю. ВКонтакте использую только... Ты уже подразумевал, потому что ВКонтакт для кинейджеров? Можно и так сказать, да. Ну, вот. Ленту совсем там не смотрю. Только для общения используем ВКонтакте. Вот у нас, ну, для молодежного парламента, мы еще в каких-то общественных организациях, это просто оперативнее получается. А в Facebook не общаюсь, там вот только я смотрю новости, делюсь какими-то своими новостями. Ты умрешь. Что ты хотел бы, чтобы на твоей могиле было написано? Какая питатель? Ты умрешь. Ну, я-то понимаю, да. Сразу или поздно это все этого достигают. Я даже такой вопрос неожиданно никогда не думал об этом. Но... Герой России, космонав. Трижды побывал в космосе. Что-нибудь простое про человека, ну, из разряда... Он жил честно или еще что-то. Или мы близкие, чтобы семья гордилась мной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова